Многомиллионный ущерб по ковид-19 нанес мировому профессиональному спорту. По всей планете отменены десятки турниров, кубков и чемпионатов мира. Многие команды ушли на карантин. Что же будет с центральным событием года Олимпиады в Токио? Готова рассказать о семах Хасенко за семь? Какие прогнозы? Точный ответ на этот вопрос сейчас не может дать никто. Организаторы Олимпиады говорят, что игры состоятся, причем вовремя. Однако многие спортивные эксперты говорят, что их скорее всего все же перенесут. Несколько дней назад баскетболист клуба Юта Джаз Руди Габер пошутил над коронавирусом. После пресс-конференции он постучал по всем микрофонам за его столом. И по иронии судьбы стало известно, что он сам заражен. Также положительным тест оказался и у его одноклубника Эммануэля Мудиайя. Сразу после этого руководство NBA остановило чемпионат на неопределенный срок. Это решение стало шокирующим для всех, для команд и зрителей. Об отмене матча в американском штате Юта болельщикам сообщили спустя полчаса ожидания игры на стадионе. Из-за угрозы коронавируса чемпионат приостановила и национальная хоккейная лига. На какое время прерываются матчи пока не ясно. Но, как заверил глава НХЛ, игры возобновятся, как только снимут ограничения. После вчерашних новостей о том, что у игрока Национальной баскетбольной ассоциации был положительный результат на коронавирус. И учитывая, что наши лиги делят так много помещений и раздевалок, больше нецелесообразно пытаться продолжать играть в это время. Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» также не состоится. Гран-при должен был пройти в эти дни в Австралии. Однако у сотрудника одной из команд обнаружили коронавирус. Тут примечательно, что власти Австралии не настаивали на отмене гонок. Ответственность за ущерб не хотела брать на себя и Международная автомобильная федерация. Инициативу проявили сами команды. «Феррари», «Рено» и «Альфа-Ромео» первыми заявили, что не будут участвовать. Другие команды предложили провести гонку без зрителей, но в итоге этап отменили. Также есть вопросы по поводу гран-при Бахрейна, который должен был пройти на следующей неделе без зрителей. Я вновь могу сказать лишь, что ситуация постоянно меняется. Посмотрите, как серьезно все изменилось за последние пять дней. Невозможно даже пытаться предсказать, что будет дальше. Все хотят знать ответ на этот вопрос. Мы тоже хотели бы знать, но сейчас у нас нет ответа. И вот пару часов назад стало известно, что все футбольные матчи, запланированные на следующую неделю в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы, отложены на неопределенный срок. Соответствующее заявление сделали в УЕФА. Причиной стало распространение коронавируса в Европе. Как сообщают западные СМИ, на следующей неделе Союз планирует провести экстренное совещание, на котором и определят дальнейшую судьбу спортивных соревнований. Эксперты не исключают, что турнир могут перенести на следующий год. На этом фоне все больше вопросов возникает относительно главного спортивного события года Олимпийских игр в Японии. Пока решение не принято. Накануне в Греческой Олимпии по традиции зажгли огонь Олимпиады. Актриса, изображавшая верховную жрицу, поднесла факел к параболическому зеркалу и солнечные лучи зажгли пламя. Глава Международного Олимпийского комитета заверил, что игры пройдут, как и было запланировано. 19 недель до церемонии открытия Олимпиады в Токио. И мы уверены, что она состоится, благодаря властям и спортивным комитетам по всему миру. Они делают все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса. Оргкомитет Токио 2020 называет отмену или перенос состязаний немыслимым. Но член Национального Олимпийского комитета Японии в интервью агентству Reuters сообщил, что решение сдвинуть события на год или два было бы приемлемым. Конечное слово за Международным Олимпийским комитетом. Асем, скажите, а правда, что президент Бразилии заразился коронавирусом? Да, как вот только что стало известно, первые результаты на коронавирус президента Бразилии Болсонару оказались положительными. Что ж, ждем подробностей от вас в следующем выпуске. Спасибо.